Президент Украины тепло приветствует министров иностранных дел Германии и Нидерландов Анна Лену Бербак и Вопре Гукстру. Главы внешнеполитических ведомств приехали в столицу Украины, чтобы еще раз сверить часы в вопросах обороны и экономической поддержки Киева. Владимир Зеленский поблагодарил гостей за четкую позицию по усилению санкций в отношении России и выразил надежду, что шестой пакет ограничений ЕС, содержащий нефтяной эмбарго, будет безотлагательно одобрен. Личные визиты в Киев – важный жест солидарности с Украиной со стороны наших союзников и партнеров. Мы должны добиться победы в борьбе за общие ценности. Именно совместными усилиями мы можем победить. Защитить наших граждан, наши территории. Владимир Зеленский, президент Украины. Не менее важной стала и встреча президента с делегацией Верхней Палаты Конгресса США во главе с Митчеллом Макконовым. Именно Конгресс недавно одобрил исторический закон о ленд-лизе и поддержке демократии в Украине. На очереди дополнительный пакет финансирования. Он уже был рассмотрен в Палате представителей и увеличен с 33 до почти 40 миллиардов долларов. Еще один мощный гвоздь в гроб российской военной машины. Российское стратегическое поражение очевидно уже всем в мире. Даже тем, кто еще продолжает с ними общение. Просто у России пока нет смелости это признать. Они боегузы. И пытаются скрыть правду за ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами. Помимо внешнеполитической работы президент подписал закон, который запрещает деятельность пророссийских политических партий в Украине. Теперь в стране не могут существовать политсилы, которые отрицают или оправдывают вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины. Такой до недавнего времени была оппозиционная платформа «За жизнь», которой руководил кум Путина Виктор Медведчук. И несмотря на войну, Украина уже сейчас делает шаги к будущему, в котором каждый гражданин будет себя чувствовать максимально защищенным. В Киеве президент ознакомился с новым корпусом медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии. Во время визита пообщался с 12-летним пациентом Владом Гончаруком. Мальчик во время российского вторжения больше двух недель прятался с семьей в подвале в селе Демидов Киевской области. Сейчас ему предстоит операция. Мы будем помогать Владиславу бороться с этим недугом, как мы боремся сейчас с расистской нечистью. А, ну если так, то точно поборешь. Я благодарен врачам, что они будут спасать меня. И спасибо вам, господин президент, за то, что мы держим оборону. Все будет точно хорошо. Точно все болезни и всех ты победишь. Николай Резник. Специально для информационного марафона призам телеканала UA. Субтитры создавал DimaTorzok